В конкурсе инновационных проектов участвовало 43 образовательных учреждения. 13 из них стали победителями. Конкурс был открытым и свои идеи отстаивали как работники школ, так и детских садов. А также учреждения, входящие в систему дополнительного образования. Как, например, станция юных техников, одно из старейших сочинских учебных учреждений. Даем детям возможность почувствовать себя механиками, инженерами, программистами. Более того, участвовать в различных соревновательных и проектных деятельностях. Конечно же, в рамках одного учреждения такого, наверное, не достичь. По словам Сергея Черединова, развивать робототехнику в рамках только системы дополнительного образования сегодня неконструктивно. Надо выходить на глобальный уровень и внедрять программы в общеобразовательных школах. Инновациями готов поделиться в том числе и его центр. Этот конкурс хорош тем, что он всегда стимулирует образовательные сами учреждения, педколлективы, двигаться вперед, развиваться в соответствии с новыми направлениями, задачами, которые стоят. И суть конкурса в том, что хороший стимулирующий фактор. Есть средства, предусмотренные бюджетом. Это миллион рублей, которые мы даем победителям. Один миллион рублей не так много, с другой стороны, и немало. И если раньше учителям, пытающимся внести что-то новое в процесс обучения, приходилось работать лишь на энтузиазме, то теперь для этого есть материальное подспорье. А направления, над которыми нужно работать, сегодня огромный выбор. Это темы, которые сейчас актуальны, повторюсь. Робототехника, федеральный государственный образовательный стандарт, воспитательная работа, ее патриотический аспект 70-летия победы. Но прежде чем та или иная инновационная программа будет принята в общеобразовательных школах Сочи, ее должны признать эффективной. Для этого педагогические новшества учебные учреждения сначала должны опробовать локально. А после того, как результаты обучения удивят экспертов, программу смогут взять на вооружение все городские школы.